короче на спасти на акцию во первых способности пассивка здесь кстати ну естественно защит мы даем мы получаем криты вот но здесь не расписано сколько в процентах вот это все дела будем без трава и сидеть мы же магнаты до строго и сам теперь посложнее будет в общем лаги серы вам драйк 220 как я понял как я понял это написано на вики именно так за 40 счета дается один процент крита и вот у меня здесь пишется 5 процентов это похода она сейчас проверим сейчас мы это проверим обычным способом поставим щиты ему поставим щиты мы можем брать щиты тоже как вариантик но мы поставим щиты где там перенаправление вот она так когда мне чтобы велезно блин сейчас так давайте давайте отдельный бил час намудрим отдельный билд будет быстрее намного так уйти ты нафиг энергия вот нас 500 это должно быть вот 12 процентов да вот она пишется насколько у вас увеличивается как бы процент крита но конечно не так много но можно и сверх щиты и как бы поднятие это будет учитываться то способности как раз таки для этого и есть как бы вот ну короче 40 40 счета это один процент крита от пассивки стенах со вот в реальном времени это все меняется если у вас появится больше щита вас увеличивается шанс если уменьшится щиты уменьшится шанс там все будет это показано вот а то и вот блин вот от этой вот штучки блин сейчас чтобы вам видно было вот еще раз показываю вот она эта штучка показывает вам процент крита который у стенах и как бы на любом оружие повышается у гарпуна там он пока что продается чисто в магазине потом будет как я понял у синдиката кахла продаваться у него удваиваются осколок в его в его руках осколок но это понятное дело можно это все как бы реализовывать играть через это вот на мне это не так интересно как бы мне нету нужды повышать себе криты где-либо но кому-то это может понадобиться просто напросто об этом не написано подробной информации поэтому я просто решил вам это рассказать может быть вам это пригодится первый скилл у нас стяжка стяжка очень резвая очень мощненькая такая на получается 26 метров но это 26 метров это взрыв но там она где-то столько же и работает зона поражение которое здесь написано это зона откуда вы можете кинуть копье которое будет стягивать как она работает сейчас покажу побыстрали а ну на эксимусах не работает естественно дельминта какой скилл на чужа передается нет же и не помню не помню какой-то не все не сильный какой-то скилл там передается вот кидаете вам нужно попасть во врага и все враги рядом они стянутся да я забыл я забыл врубить эти моментики всякие там неуязвимость и отключить чтобы показывать вам по-бырому тут андрей тисковский такой вопрос сколько оружие ввели с обновой и как его получить как его получить сейчас можно только купить скорее всего там вроде бы три оружки и добавили новых на следующей неделе когда появится синдикат кахла когда его может быть прокачивать ходить на его миссии будет возможность покупать также будет возможность купить стен акса но пока что его выдают просто за вход в игру до 21 сентября вот второй скилл да вот по первым скилу тут можно посмотреть пронзание есть но она не сильно важно 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 только то что вот длительность как бы влияние длительности понятно взрыв взрыв тоже не сильно такой наносит урона много давать главное это стяжка стяжка удобная еще вчера на архонте жопу порвал с трех раза с рандомами убил мы с первого раза но мы не подготовились а могли вообще на изи его быстренько вынести взять оружие сильное какой-то там катусы и он бы быстро вынесся на было бы не интересно короче они стягиваются очень мне нравится как они стягиваются мгновенно вот не знаю как бы кого-то противника сейчас вот возьмем я его убил во они стягиваются очень так прикольненько это удобно это удобно и удобная стяжка мне нравится она но не факт что получили бы крутой осколок ну не факт но мы получили нам повезло мы выбили там синий это тауритовый или как там его второй скилл у нас снимает щиты снимает броню на 200 процентов силы пустина x а будет снимать сто процентов щитов и брони вот так же за за каждое попадание щитом стенах цену это щит это самоспособность восстанавливает себе здоровья но здоровье тут вот 1029 тут написано но не знаю кому-то это возможно будет цивить вот зона поражения тут можно повысить ее отыгрывать от нее длительность тут не влияет но способ и кстати вот передается и сейчас стоит упомянуть что многие способки стали выносить полностью броню врагов вот теперь как она работает если у вас способность 50 процентов брони срезают то 2 кажется и вас полностью на враге снимается броня вот то есть два раза к стану ли по 50 процентов и все она складывается теперь вот они когда там переумножается что у вас там от 50 процентов 50 процентов становится сто процентов от них теперь добавляется вот она теперь не перри как-то сказать не делится минусится как бы вот сейчас покажу вам вот это вот сказать скилл который снимает всю броню и снимает он ее навсегда и щиты тоже они не восстанавливаются после вот этого скилла вот он кидает такую вот штуку такую штуку и есть моментик что нужно ей попасть по врагам то есть нужно подходить впритык иначе ну вы просто так сказать физически не попадаете значит а у них и не снимается как бы броня шаренку стали такие вы все говно сейчас заезжает 4 скилл они реально вот окажется говном а ну кошка бавдалай на это естественно вот на 4 скилл тут разрез накладывает это вообще имба так то это можно просто развивать это все дело и как-то придумывать какие-то прикольчики синергию с оружием мы каким-нибудь на вирус и вообще так третий скил третий скилл он нам восстанавливает энергию вы кастуете она постепенно восстанавливается 6 энергии ну и почти 7 у меня в секунду где-то получается ведь как раз второй скид гельмонт хавает да 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 так у многих говорю варфреймов этот скилл как бы есть но просто он им нельзя было так удобно пользоваться теперь удобно вообще пользуются тоже 2 скилл на некрасе он может быть и передается я не помню но он тоже снимает всю броню это вообще имбайн удобно как бы это не фишка как бы уже варфрейм уже фишка многих фреймов я бы сказал ну и да это удобно можно передать как у кому кому-то другому и ада забыл 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 показать на корпусе как это работает на корпусе сейчас покажу как это работает на корпусе правду мне ничего тут не изучено кроме эксимуса эксимуса кексимуса а вот солдат зитроном эксимус тоже стянем а это эксимус блин да я чё-то забыл на эксимусов смотрите на эксимусов не работает стяжка но второй скилл который уменьшает броню и щиты смотрите что он делает он снимает ее снимает ее у эксимусов и броню и щиты снимает вот забыл про это упомянуть да конечно их вот этот вот щит остается который надо снести но потом просто на изи они тают вот ну собственно я уже показал действие что как бы на этих на солдата корпуса очень легко это все действует тоже м 00 29 чек не охоту на архонта я ее еще раз сегодня прошел у меня не восстановилась это у некоторых игроков почему-то такая сработала далее ну у меня вроде все как вот я прошел так и остается это не то это я третий скилл завязал который кстати помимо того что восстанавливает энергию кстати может было бы сейчас это проверить и ну все пока покажу вам то есть у меня стоит поток это вообще удобненько чуть будет показывать вам как восстанавливается энергия и за убийство будет давать вам щит то есть вы если сделаете много сил и там я не помню сколько надо силы где-то 350 вот чтобы у вас восстанавливалась где-то 200 или 250 счета за одно убийство ну собственно вы можете сделать так себе счета столько сколько ну чтобы через шелкет играть привет привет то есть делаете себе билд силовой уезжаете третий скилл и вас просто постоянно щит восстанавливается за убийство одного врага пол щит будет восстанавливаться короче идея интересная но я не буду реализовывать кому-то это может пригодиться вот это у нас в ксот такой таким вот решил заняться не знаю как у него там получилось или нет потом узнаем длительность влияет на то что у нас будет долго все это дело восстанавливаться радиус у нас влияет то что у нас энергия восстанавливается у союзников тоже тоже восстанавливается энергия на них тоже это работает на с тобой поиграть попозже может быть мы куда-то пойдем и ты сможешь залететь к нам в пати вот сейчас покажу сейчас надо потратить ну потратить через ульту можно потратить очень даже быстренько хотя что-то у меня на восстанавливается это из-за того что из-за чего они надо ко мне присоединяться блин а я не могу да ты можешь выйти не надо сейчас это вот покажет какие-то моментики не знаю зачем присоединился случайно но бывает окей но просто там когда кто-то присоединяется начинает юзать какие-то вещи у меня начинает пролагивать это в игре так сделано это у меня работает кстати вот этот скилл поэтому меня быстренько восстановилась энергия вот сейчас покажу вам еще смотрите как восстанавливается энергия достаточно неплохо сейчас все ее с днем вот вот щит щит как будет восстанавливаться но это надо конечно чтобы он потратился но кстати сверх щиты тоже походу он дает этот скилл как я понял или нет стоп стока как ты заработал столько площадь эта фигня а портала динаме не сверх щит у меня он от чего-то другого уже накопился возможно от какого-то скилла так не надеюсь здоровье здесь щиты но щиты за убийство подождите а при том они не просто за убийство будут восстанавливать себе щиты то есть это шелгейт для всей команды еще к тому же они просто за помощь в убийстве даже типа если они по врагу попали один раз и его убила не тоже восстановить себе щиты ну как-то так она тут написано вот ну ладно пусть пусть будет так вот потом как-нибудь мы это все проверим насчет вверх счета я не знаю как он мне накопился за за что он не накопился но вот как-то накопился а может быть это от кошки и танец и нет кошки другой щит там вроде бы но может кто-то знает но вот как видите у меня вот сверх щит я думаю даже можно больше сделать типа спокойных счетов и 35 процентов крита линки ноль от пассивки а если ауру которая защиты урон дает заюзать стопа как ты заработал стопа платины 4 урон я не помню такой но здесь можно приколы приколы с километом хару с километом хильдрин и мутица то есть здесь можно легко вообще в пати сделать какой-нибудь которая будет друг друга щиты очень дико регенить не это вообще будет играться нормально кстати с этим может быть может это придумаем и пойдем на стальной путь по бегаем там может где-нибудь на реликах как раз таки на стальном пути раз добавили так ульта короче ульта у нас она дико веселенькая мне она нравится как она выглядит он смывает воздух и кидает копьте свои не количество копий зависит от длительности копья наносит помимо взрыва они наносят разрез разрез накладывается там очень хорошо на врагов и враги очень хорошо умирают искать вот как там на высоких уровнях тысяча плюс нет как это на 1000 плюс уровнях меня не сильно интересует но на обычных уровнях это очень даже неплохо а вот да варфрейм кстати он не имеет ранга он доступен новичкам поэтому варфрейма можно как вот новичку взять немножечко разобраться как играется немножечко билде какой-то сделать и играть им спокойно бегать всякие повседневные штуки типа реликов побегать пооткрывается вылазку пройти там ну а то есть я думаю этим варфреймом новичкам будет удобно плюсом на него скинчики там все дела вот есть очень прикольненько удобненько хорошо сделали что вот новичкам тоже такая халявка имеется вот и играть можно им радио взрыва тут имеется у каждого копья ну короче сейчас покажу еще раз как она будет убить порабощенных обычных бедолаг а до часу убью всех на блины все время путаю там добавили еще одну вкладкой те все время путаюсь давайте стянем врагов разрез конечно дико накладывается вот дико прям вообще мне кажется для новичков это хороший варфрейм хорошие скиллы у него учитывая что у новичков нету гельминта здесь можно и не менять особо но как минимум да можно поменять там ульту кому-то не нравится там именно играть через разрез ульты типа ну способности вас достаточно там разреза вируса там каких-нибудь оружках вам это не надо вы можете поменять ульту на какой-нибудь там скилл который вам нужен через гельминта но некоторые меняют первый скилл на первый скилл как по мне удобный он стягивает и ну типа вас враги просто по вам не стреляет до эксимусов конечно отдельно придется гасить но эксимусом вы можете снимать броню щиты 1969 почему мне не выдала сегмент личной комнаты закрыл все необходимое для его получения и его нет ни после перезахода не при перепрохождении квестов либо я лох и что-то не догоняю попробуй написать в ну во первых я не помню как там выдается может глянуть конечно на вики как она должна была выдаться если она тебе не выдалась но должен было выдаться то писать только в техподдержку и ждать пока не ответит ну вот в общем как по мне варфрейм неплох варфрейм интересный в отличие от других варфреймов кузницы чертеж в кузнице ну да но он должен быть где-то там либо копируется где-то дать о либо вот даете тебе сразу в кузницу варфрейм неплохо для 9 новичков и веселый веселый интересный как бы не просто вот бегаешь им там что-то он может раздел плейлисты на канале посмотри там три видоса или релик да 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 там видосы есть по заработку платины можете смотреть ну в целом по механикам что сейчас известно я рассказал вот единственное что я им буду бегать чисто так какие-то моментики такие не стальной путь на стальной пути им не буду гонять на стальной путь можно гонять там кто играет через шалгейт кому нравится там стоять долгие миссии это не мое вот сразу говорю так что мне это не нужно а на арбитраже бегать вести нас на арбитраже бегать мне есть с кем еще там много варфреймов неплохо было бы ему резист резист какой-нибудь вместо восстановления щитов или здоровья не все пользуются шалгейтами там всякими лучше бы резист дали какой-то который там требовал силу но при этом как бы он работал бы вот а так варфрейм хороший для новичков пойдет типа потому что новички у новичков нет ничего мощного а для них это нормально будет можно рассматривать как варфрейма для высоких уровней потому что он снимает броню на сейчас снимает все броню все что угодно снимает броню и поэтому говорить именно про стенах со что он такой сикой уже не актуально даже я бы сказал многих это могут делать и и делать это хорошо как бы вот то есть но стенах все можно ходить на высокий уровне на говорю выживать через шалгейт через защитный перекат вот это вот бегать не можно придумать что-то через третий скилл а можно взять ту же ильдрен закидываешь моды на щиты ставишь адаптацию у тебя 3500 сверх щитов и не пробивают на сп ну вот не знаю это тем кому это важно вот я думаю разберутся сами а так я думаю для каких-то людей каких-то новичков я думаю нормально разобрали тут уже